Всем привет! Несколько слов хочу сказать про отопление, так как буду заниматься этим. Поэтому я прежде чем чем-то начать что-то делать, всегда почитаю отзывы о том или ином, как это все делается. Я буду вообще заниматься впервые, поэтому собираю, как говорится, все до кучи, ну а потом уже начинаю какую-то производить работу. Поэтому, возможно, для кого-то облегчу, а возможно, кто-то меня поправит, так как YouTube, насколько мы знаем, это не только то, куда мы можем выкладывать информацию, это то, откуда мы также можем ее черпать. Значит, по поводу политики, кто-то там задавал вопросы, то на канал ОСА все там. Вот, ну все, значит, расскажу сначала, как все. Это лежат уже гармированные трубы стеклового окна, они есть и алюминиевые, есть вот на стекловом окне, но алюминиевые нужно зачищать, специальная зачистка, поэтому я ее не нашел вообще нигде, поэтому не брал. Дыры я сверлил вот этим вот сверлом, вот такое, кстати, 700 ватт. Дрелька потянула, паять я буду вот этим чемоданом, резать буду вот этими ножницами, кстати, отстой, потому что вообще никогда ровно, под ровным углом не отрезает. Дырки я просверлил, сверло я покупал, стоит оно 10 баксов, 25 под 20 трубу. Ну, как бы отопление рекомендуют 25, Игнати, ну, у меня по системе Тихельмана, это когда с той комнаты у нас первый радиатор будет, там пойдет второй, третий, получается, что откатывает радиатор первый, а по обратке сюда к нему будут подходить трубы, он, получается, будет последним, а первый будет в той комнате, которая там. Значит, радиатора мне предложили по кубатуре дом небольшой, маленький, значит, два радиатора по 10 ребер, ну, они мне там рассчитали сразу, значит, на эту комнату, то есть одно ребро получается на два кубометра, так мы рассчитали, на эту комнату, то есть одного хватает, тут три с половиной на три с половиной комнаты, ну, и на две остальные комнаты там, получается, один радиатор разобрали напополам, ну, как бы, как бы должно хватить. Значит, гнуть будут, ну, особенно много таких вот затормаживающих поворотов делать не буду, ну, и важно не перегревать, потому что, вот, если посмотреть туда, это не я делал, конечно, в общем, оно плавится и заплавляет проход в этом, если паяльником перегреваете, там надо 7 или 6 секунд, вот, сразу мне подогнали вот эти краны, я уже тут пособирал, все, вот такие наборы тоже подогнали, подогнали дорого, на рынке я нашел их дешевле, а мне их привезли вместе с этими батареями, вот, по 5 долларов, а на рынке я их нашел, эти наборы вообще, сейчас скажу, по два с половиной, на половину дешевле, вот, подключать буду батареи диагонально, то есть, один там и один там, возможно, подключить его снизу, то есть, вот оттуда вы и туда два крана, но тогда прогрев радиатора в верхней части его, ну, самый лучший, короче, при верхних, при параллельных, самый, со всех лучший, лучшее подключение, это подключение диагонально, то есть, здесь вход, внизу, выход, так, ну, насчет трубы я говорю, я думаю, кто-нибудь в комментариях отпишется, насколько критично я попал, либо это вполне допустимое, значит, на отопление я выделил два дня, два дня, первый день я вот там, тут просверлил, в общем, сверлом нарвался, с той стороны дранка, нарвался, и в сверлу пришел крындец, то есть, как его заточить, сожрало вот этот вот режущий, а он должен быть на уровне вот этого, то есть, теперь он ниже, и все идет не так, как надо, кстати, 700-х ватная дрелька тянула, еле-еле, правда, дымела вся, но тянула, Смоленское выдержало, кто-нибудь будет пробовать 25-е сверло 700-х ватной дрельки, и сразу, говорю, сгорит, дым пойдет, и все, Так, радиаторы алюминиевые, там еще есть, как-то они там с металлом, то есть, металлическая труба идет внутри, сам алюминий не брал, потому что расширение у них разное, значит, этот кран регулируем подачу радиатора, хотя в такой системе, когда, то есть, есть тупиковая, это когда вот мы берем от первого радиатора, ведем, ведем, там у нас последний, кольцуем, и назад пошла обратка, вот при такой системе вот эти краны важно, при системе вот как по Тихельману или-то, я не знаю, может, неправильно говорю, тут как бы, как я уже сказал, от котла первый, но по обратке он последний, а тот по, поэтому, как бы, эти краны, они, ну, как бы, не обязательно. Читал отзывы, пишут, что надо было брать полипропиленовые краны, потому как у этих слишком зауженное отверстие получается.